Драгоценный привет! Несколько дней назад одна из участниц нашего сообщества Светлана прислала мне текст, который пришел ей в осознании, в моменте, в ощущениях. Я прекрасно знаю, как создаются такие тексты, такие мысли. Ты потом перечитываешь его и думаешь, боже, неужели это я написала? Как сказала Светлана, да, это ты написала. Я хотел бы зачитать сегодня вам этот текст, ее мысли, к которым она приходит в своих осознаниях, в своей психике, в своих идеях, в своих разрешениях. Хочу сказать, что я разделяю ее взгляды, я думаю, так же мне нравится то, что она говорит. И для многих, ну, может, не для многих, для кого-то эта информация будет несколько спорной. Вызывать какие-то эмоции по этому поводу. Ну, давайте я вам все-таки прочитаю. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я разместил этот текст сегодня у себя в Телеграм-канале. За несколько часов 215 комментариев люди активно обсуждают данную тему. Не всем она зашла, не все готовы принимать эту информацию. Я отдам в описании к этому видео ссылочку на этот пост, где опубликован полностью текст, который сейчас я вам зачитываю. Сегодня поняла, что вся внешняя проявленная реальность – это весь мой внутренний мир. Советую тебе несколько раз переслушать потом этот текст и перечитать, уловить для себя. Я, когда его читал, у меня аж мурашки по телу, волосы дыбом. Настолько классно все, что она говорит, настолько классно все, что она понимает. Я буду в некоторых местах останавливаться и перечитывать по два раза. Хочу акценты расставлять. Сегодня поняла, что вся внешняя проявленная реальность – это весь мой внутренний мир. Все, что есть в физической проявленной реальности, уже придумано и создано мной в моем внутреннем мире. Поэтому оно есть снаружи. Все – города, люди, деньги, планеты, звезды. А я защищаю свой внутренний мир от внешнего, как от чего-то чужеродного. Ведь мой мир – это то, что обособляет меня и индивидуализирует меня как личность. Потому это опасно – впускать кого-то или что-то в свой внутренний мир. Это значит саморазрушиться как личность. И что, если меня нет как личности, то что тогда произойдет? Кто есть тогда? Кто я? Кто создает меня как личность? Кто создает мой внутренний мир вместе со мной? Личностью. И если все, что снаружи – это то, что я хочу, то я хочу все, что есть снаружи. И если все это уже есть снаружи, оно есть в моем мире. И если все, что снаружи – это то, что я хочу, то я хочу все, что есть снаружи. Все клиенты – она занимается недвижимостью, юрист по недвижимости. Все клиенты, все квартиры, дома, машины, люди – и я просто разрешаю себе их принять в своем внутреннем мире и не защищаюсь от всего извне, потому что это мое творение. Я и сама результат своего творения, потому что я проявлено во внешнем мире тоже. Тогда я и весь внешний мир – суть одно? Вопросительный знак. Любой человек и я – суть одно? Вся материя и я – суть одно? Кто я – суть? И кто я, создающая суть? Я разрешаю себе быть творцом в моем внутреннем мире и тем самым разрешаю творить все снаружи, потому что я, как создающая себя энергия и энергия, сотворившая все вокруг – это одно. И это энергия Творца. И я творю этот физический мир через свой внутренний мир. Я понимаю, что не все слышат, но перечитывай несколько раз, услышь. Самая главная мысль – это еще я не закончил. Что все происходит, все, что я вижу снаружи, суть из моих внутренних состояний, из меня. Все создается мной и для меня. Все, что есть вокруг – это факт моего желания. Вся моя реальность – это моя фраза. Я часто ее говорю, подхватил ее, по-моему, мастер-кит. Все, что есть в моей реальности – факт моего желания. Эта фраза стала основой моего мышления, моего мировоззрения, моего метода коучинга. Смотреть на клиента и показывать клиенту, что все, что есть в его реальности – это факт его желания. Почему такой факт? В этом мы в работе, в коучинге и выясняем. Но все, что есть в его реальности – факт его желания. И здесь Светлана другим языком, другими словами объясняет тот же принцип. Все люди сотворены мной такими, какими я хотела их сотворить. Все деньги физического мира сотворены мной. Я и есть люди, я и есть эти деньги. Все деньги в физическом мире есть, потому что я их создала для себя. Мужчины вокруг есть, потому что я их создала для себя. Квартиры и дома есть, потому что я создала их для себя. Я все создала для себя и саму себя. Как и когда внутреннее становится явным, не важно, ясно одно. Есть внутри, значит есть снаружи, есть снаружи, значит есть внутри. Мы хотим, чтобы войны остановились, а войны происходят в нашем сердце. Есть снаружи, значит есть внутри. в одно и то же время для каждого человека по-разному что есть внутри у тебя я считаю что если люди раскроют себе правду внутри примут себя признают перестанут себе врать это конечно большая награда не врать самому себе но если люди перестанут себе врать мир изменится вокруг реальность изменится продолжаю читать если снаружи в мире есть вещи которые мне нравятся это значит мои вещи созданные мной для себя если есть люди которые мне нужны и нравятся мне это для меня люди для тех целей которые мне нужны если есть миллиарды рублей долларов и всех остальных валют в мире значит это для меня миллиарды границы между моим созданным внутри и появившимся снаружи нет все что снаружи мое все что нравится и не нравится все чем владею и чем не разрешаю владеть и пользоваться все что внутри то есть снаружи что я еще вижу внутри что я еще не вижу снаружи что я выбираю творить еще нового чего нет еще снаружи что сделает мой мир еще более интересным разнообразным радостным счастливым я очень много говорю в своих статьях своих видео своих постах своих общениях комментариях о том что все что есть наружи все что есть в реальности это факт моего желания конечно мы часто слышим нашем движении радостных счастливых людей что весь наш мир это отражение моей внутренности моей сути светлана показала в этой статье в этом тексте что все что есть вокруг меня это суть я это то что есть во мне в моем разрешении мышление я являюсь центром вселенной хочу чтоб ты пропитался этими мыслями прочитал их еще раз послушал посмотрел они очень близки моему мировоззрению тому как я воспринимаю жизнь мир и все вокруг все что я хочу испытывать я испытываю благодаря событиями людям которые есть в этом мире они есть потому что я хочу испытывать эти состояния если мне плохо я хочу чтобы не было плохо если я счастлив я хочу быть счастливым это результат моего выбора что я для себя выбираю а реальность полностью подстраивается под мои желания давайте обсудим в комментариях что думаете по этому поводу мне интересно прочитать ваши мысли пока